Хочу стать миллионером в эфире MBC. Проект о том, как зарабатывают другие, что делать, чтобы не потерять свой капитал, а приумножить его. Как всегда в программе много интересного и познавательного. И вот о чем она будет сегодня. Бизнес-кризис. Прошедшие напряженные недели ажиотажа на валютном рынке заставили многих предпринимателей как минимум призадуматься, что делать в подобных ситуациях, чтобы обойтись наименьшими потерями. Топ самых богатых государств мира. Узнаем, во сколько раз богаче Молдовы самая бедная из этих стран. Постоянная рубрика «Бизнес-ликбез» раскроет значение слова «бенефит». И в завершении программы «Бизнес в этно-стиле». О тонкостях узкой ниши расскажет главный герой программы Алина Браду. Еще совсем недавно мы с вами наблюдали картину резкого падения курса Леи. Сказалось это на всех. Кто-то потерял, кто-то безусловно на этом заработал. Но в нашем следующем сюжете не об этом. Как в такие кризисные периоды вести себя представителем бизнеса, чтобы и прибыль не потерять, и клиентов, и вообще не исчезнуть с рынка. Разобраться в ситуации поможет эксперт в области международных финансов, доктор экономических наук, председатель экономического экспертного совета Клуба молодых бизнесменов Денис Симов. Смотрим. Середина февраля заставила жителей Молдовы изрядно поволноваться. Курсы евро и доллара 18 февраля взлетели до немыслимой отметки в 24 лея и 21 соответственно. И это лишь по официальному курсу НБМ. Коммерческие банки и частные обменные валютные кассы продавали евро почти за 30 леев. Причем, что стало причиной такого роста, мало кого волновало. А между тем... Чистой воды спекулятивны. То есть спекулянты на рынке, это не обидное слово, спекулянт. Вот, значит, и банки коммерческие, и обменные валютные кассы, ну, мягко говоря, сыграли на эмоциональных вот таких вот ожиданиях и неуверенностях, как населения, так и бизнеса. В результате такой игры спекулянты наверняка неплохо заработали. Но обогатиться в таких ситуациях удается немногим. Гораздо больше тех представителей бизнеса, которым приходится терять. Все привыкли заключать долгосрочные договора. Либо со срочкой платежа, либо идет какое-то погашение поэтапное. Вот. И... А как можно работать в таких условиях, когда ты не знаешь, какой курс будет? Не то, что через месяц, через полгода. Предполагаешь даже. Ты не знаешь, какой он будет через день. Да, поэтому проигрывать никто не хочет. Терять свои доходы никто не хочет. И в убыток работать тоже никто не хочет. В ответ на подорожание евро и доллара многие предприниматели повысили цену. Сразу и на много. Магазины бытовой техники, к примеру, вообще не стали искать другого решения, кроме как закрыться. Специалисты же советуют в первую очередь не впадать в крайности. Я бы все-таки рекомендовал повышать не сразу вслед за курсом, а для себя принять какую-то программу. Если курс вырос на 15%, повышайте на 2% в неделю. Посчитайте объективно. Разделите с покупателем риски. Если у вас наценка на товаре 30%, и курс поднялся на 15%, повысьте всего на 7,5%. Разделите. Возьмите немножко убыток на себя, и покупатели вам компенсируют вторую часть. Не зажиматься, не увольнять сотрудников повально. Да, надо провести оптимизацию, надо постоять эффективность. Действительно, перераспределить полномочия, и несколько человек выпали, ну, они выпали. Ну, конечно, есть вот человеческий фактор тоже. Вот, коллектив все-таки. Да, сейчас тяжело, хочется всех разогнать, оставить только себя и бухгалтера. Но придет время, когда, скажем, кстати, вот хорошая вещь тоже. Многие, надо пользоваться тем, что конкуренты будут этого делать. Многие ценные кандидры начнут появляться на рынке, да, профессионалы, которых как-то обидели тем или иным, ну, скажем, способом в других компаниях, и надо их потихонечку к себе менять. Более квалифицированных привлекать, а менее квалифицированных. Но в экстренных ситуациях сложно трезво рассуждать о возможных последствиях такого реагирования. А тем временем закаленные кризисом компании притягивают к себе значительную долю рынка, именно за счет истерики конкурентов. Когда вокруг все дезориентированные, не знают, что делать, вот, люди, которые имеют, может, чуть больше опыта или чуть больше знаний, они, наоборот, мобилизуются, они видят четкую стратегию, начинают за счет растерянных конкурентов отжимать долю рынка, отжимать клиентскую базу. Вот это шанс в том числе, в том числе шанс. Это первое. Второе, шанс навести порядок у себя в компании. Потому что, когда все происходит, ну, скажем так, инерционно, и нет периодических стрессов, по крайней мере, они не практикуются в компании, да, каких-то стресс-тестов и так далее, то ситуация движется в зону комфорта. И заработали, грубо говоря, за год, любую цифру возьмем, миллион лень. А руководитель задает себе вопрос, а почему миллион, а почему не пять? Ну, вот рынок, а может быть, на рынке появились конкуренты, а может быть, можно было заработать действительно пять? То есть, ну, зачем? Как привыкли, в прошлом году был миллион, и в этом году миллион. Вроде как, неплохо. Вот, а на самом деле рынок постоянно меняется. То есть, и кризис – это время пересмотреть определенную структуру компании, пересмотреть эффективность своих сотрудников, эффективность работы с поставщиками. Прогноз – дело неблагодарное. Но, учитывая аналитические возможности специалиста, мы все же попросили его в общих чертах предположить, чего ждать бизнесу в текущем 2015 году. Базовая ставка 13%. Кредиты будут дорогие, соответственно, бизнесу, обновление оборудования, расширение производства и так далее, делать из заемных средств будет очень тяжело. Это будут, скорее всего, либо собственные средства, либо какие-то партнерские, скажем так, объединения. Но заемные средства становятся недоступными в леях. Это раз. То есть, чего мы не ждем. Мы не ждем расширения производства, обновления каких-то инфраструктур. Курс. Ну, я рассчитываю, что все-таки сейчас ситуация поменяется с подходом. И все-таки мы увидим, скажем так, влияние Нацбанка на ситуацию. Увидим, бизнес должен почувствовать, что в стране есть регулятор. Что он контролирует ситуацию, что он занимается спекулянтами. Но, как говорится, на Нацбанк надейся, а сам не плашай. Самое время мобилизоваться и работать еще эффективнее. Если, конечно, вы не намерены покинуть молдавский рынок на пользу конкурентам. Прогнозы – это, конечно, не гарантия того или иного результата. Все зависит от вас самих. Главное – не паниковать и реагировать на вызовы адекватно рискам. И пусть этот кризис принесет вам только пользу. Ведь оптимизм – залог успеха предпринимателя. Богатые страны обеспечивают полноценное развитие собственной экономики. А также стимулируют своих развивающихся соседей. Чем богаче государство, тем больше оно пытается расширить сферу влияния. Наряду с рейтингом самых богатых стран мира существует и десятка самых бедных, отобранные по размеру ВВП на душу населения. Такие топы составляются ежегодно на основании исследований экспертов Международного валютного фонда. Рейтинг богатых стран объявляет приятнее, согласитесь. Начнем с самой бедной из богатых. Смотрим. Десятое место. Нидерланды. Годовой доход на душу населения – 43 942 доллара. Судя по всему, Нидерланды обладают настоящим природным благословением, коим является их выгодное географическое положение. Через эту страну проходят все торговые пути Европы. Благодаря этому не только исторически, но и на современном этапе доход на душу населения достаточно высок – почти 44 000 долларов в год. Вполне достойно для 10-го места. Девятое место за Швейцарией. Совсем немного меньшим доходом на душу в год – 49 806 долларов. Эта страна славится не только шоколадом и часами, но и тем, что население отличается чистоплотностью и умом. Большинство населения образовано. В Швейцарии процветает банковский сектор, что обеспечивает ей высокий доход. Восьмое место за Гонконгом. Здесь годовой доход на душу составляет 44 996 долларов. Успехи этого азиатского государства объясняются эффективной экономической политикой. Низкие налоги и прочие выгодные условия для свободной торговли привлекают сюда все больше инвесторов. Традиции при этом сохраняются свои – смесь китайской и корейской культур. Седьмая строчка в рейтинге самых богатых стран у США. Здесь годовой доход на душу населения – 46 874 доллара. Америка, как известно, пример скорого самостоятельного развития и процветания. Все сферы жизни страны развиваются достаточно динамично. Нельзя, конечно, отрицать наличие природных ресурсов, способствующих развитию производства, и грамотной трудовой политики, которая и обеспечивает людей работой. На шестом месте в списке стран-богачей – Объединенные Арабские Эмираты с доходом 47 694 доллара на душу в год. В начале 50-х Объединенные Арабские Эмираты страдали от серьезного финансового и политического кризиса. Отсутствие грамотной демократической политики тормозило развитие. Но после обнаружения залежей нефти ВВП на душу населения возрос многократно. Пятую позицию в рейтинге занимает еще одно совсем небольшое азиатское государство – Султанат Бруней. Здесь ежегодный доход на душу – 50 343 доллара. Также благодаря богатым природным ресурсам в Брунейе – один из самых высоких уровней социального обеспечения и, соответственно, жизни людей. За это страну в мире даже именуют азиатским Диснейлендом. 90% ВВП стране приносит также нефтедобыча. Четвертое место в топе также у обладательницы богатых нефтяных запасов – Норвегии, где доход на душу достигает 51 959 долларов. Эти ресурсы позволяют властям проводить активную социальную политику, на что граждане, в свою очередь, отвечают большим трудолюбием. И, наконец, переходим к лидерам рейтинга. На третьем месте среди мировых богачей еще один восточно-азиатский тигр – Сингапур, с ежегодным доходом на душу населения – 70 934 доллара. Привлекательная налоговая политика сделала этот город-государство рекордсменом по привлечению иностранных инвестиций, которые вкладываются в первую очередь в современные технологии. Вторая позиция – за Люксембургом, с доходом на душу 85 715 в год. Еще один пример того, что неразмеры государства непременно являются залогом его силы. Казалось бы, очень маленький город-страна, небольшое население. Но основную часть доходов его бюджета приносят банковские услуги, сталилитейное производство. Несмотря на свои крошечные размеры, это уважаемый член Евросоюза с образцовым ведением международных денежных операций. Здесь расположены штаб-квартиры большинства организаций ЕС. Выгодные условия размещения и офшорная зона этого города-государства привлекли сюда около тысячи финансовых организаций и более 200 банков – больше, чем в любой другой город мира. Пришло время назвать самую богатую страну мира – это Катар. Среднегодовой доход на душу населения здесь – 111 863 доллара. Это красивая и в прямом смысле роскошная страна. Здесь практически не знакомы с проблемой безработицы. Страна находится в Юго-Западной Азии, столица – Доха. Катар стоит на третьем месте по запасам природного газа в мире, на шестом – по его экспорту и на двадцать первом – по экспорту нефтепродуктов. Молдова в рейтинг не попала. Так, для сравнения, в нашей стране годовой доход населения составляет 4034 долларов. А это в 10 раз меньше, чем в самой бедной стране рейтинга составленного МВФ. Не будем унывать. В бизнесе главное – сориентироваться в правильном направлении. Катар нам в пример и возможности в помощь. В продолжении программы наша постоянная рубрика «Бизнес-ликбез». Попытаемся разобрать слово «бенефит». Прошу. Бенефит от английского «выгода». Существует два понятия термина «бенефит». Первое – это право получения денег или другого страхового обслуживания по договору страхования. Право бенефита обычно имеет бенефициарий. Бенефит еще имеет значение дополнительной страховой суммы, выплачиваемой в случае благоприятного исхода риска до жития по договору личного страхования. В зарубежной практике бенефит – это страховая сумма по договору личного страхования, выплачиваемая в случае благоприятного исхода риска. Исходя из изложенного, бенефит – очень даже нужный термин в бизнесе. Надеюсь, информация была полезной. Этностиль. В такой одежде любая женщина выглядит загадочно и романтично. Продаются этноизделия не везде, и их мало. Но одежда и аксессуары в национальном стиле очень востребованы в нашей стране. Удовлетворять потребности любителей такого направления мода решила в свое время Алина Браду. Вначале было желание и творчество. А потом пришло и понимание того, что эта узкая ниша способна приносить прибыль. О том, как развивался необычный бизнес-проект, и о деталях этого искусства расскажет сама Алина Браду. Прошу. Этностиль уже давно и прочно занял свои позиции в моде, предоставляя возможность всем и каждому при желании проявить свои личные предпочтения в костюме. Индивидуальность, практичность и романтичность – главные характеристики образа девушки, облаченной в одежду и аксессуары этностиля. Для Алины Браду поначалу создание модели одежды в этом стиле было увлечением. Сегодня, спустя почти 10 лет, это успешный, процветающий бизнес. Первая наша коллекция была посвящена, когда я была студентом, мы делали коллекцию в этом стиле, и мы участвовали в неделе моды арт-подиум. И, как говорится, спрос рождает предложение. У нас был большой резонанс. Пошли заказы, хочу ее носибельную с джинсами. Это был звоночек, после которого мы продолжали нашу работу непосредственно уже с клиентами. Это узкая ниша, и, как в любом бизнес-проекте, есть такое «Я желаю вам быть крупной рыбой в маленьком пруду». У нас узкая направленность, у нас определенный клиент, который нас ищет, и которому мы можем быть полезным. Мы изучали потребность, спросы, и долгое время мы работали только для танцоров и для этногрупп, коллективов. А потом появилась уже стезя свадьбы, фольклорного направления, какие-то эвенементы, которые нас сподвигли уже работать более массой. Когда увлечение стало бизнесом, Алине пришлось осваивать и навыки предпринимателя. Сложнее всего было, конечно, поначалу, особенно с поиском инвестиций. Стартовый капитал труднее всего было найти, но так получилось, что нам повезло. Дальше был этап постоянного вкладывания, потому что бизнес – это как костер. Если ты хочешь, чтобы тебе было тепло, нужно постоянно вкладывать. Мы вкладывали в оборудование, в материалы, в аксессуары, и по сей день продолжаем вкладывать. Потому что останавливаться не имеет смысла, постоянно выходит нового уровня оборудования, ткани, фурнитуры. Это может быть цена однокомнатной квартиры, а может быть и 2000 евро. Это все индивидуально, смотря с каким размахом ты можешь себе позволить начать. Алина постоянно следит за новыми тенденциями. Недавно она побывала на международной выставке в Париже, где поставщики со всего мира предлагают последнее веяние моды в стиле этно. Будь то ткани, нити или оборудование. Ведь технология производства таких изделий – особый разговор. Ткани у нас всевозможная, палитра. Это, конечно же, топленый лен, который мы именно в Румынии закупаем, чтобы это было исторически правильно. А также мы на шелке и на шифоне очень много работаем. Много стараемся ручного труда использовать. Также у нас кружево разного окрашивания, вязка крючком. У нас есть каталоги, которые мы собираем у народных мастеров вышивки на калечках от руки прорисованных, датированных 1926 годом. Даже есть некоторые работы мастеров. И мы их переводим в цифровой формат. Мы разрабатываем программу вышивки. И все у нас как бы исторически. Я придерживаюсь, если это центральная зона, мы вышиваем зону центра. И исторически у нас все это достоверно. Ручная работа в сочетании с компьютерной машинной вышивкой. Где какая – практически не отличить. Это все ручная работа? Нет, это не ручная работа. Здесь идет комбинация машинной вышивки и обвязки крючком. Где ручная? А вы угадаете. Это ручная? Нет, это не ручная. Ага, вот это ручная? Вот это ручная. Ага, а это уже вышивки? Да, это уже готово. Это льняные кружева, натуральные. Узоры, скопированные из каталогов, переводит на ткани специально разработанная программа, которую внедрил партнер Алины. Он же ее лучший друг и супруг. Все очень просто. Я генератор идей, идейный вдохновитель. А он же технологически пытается… Не пытается, он делает все как бы… Он у нас и занимается программами вышивки, он программист. И также он… Все изделия, что связаны с кожей, обувь, ремни, сумки – это его… Бывают противоречия? Нет, у нас очень все в творчестве, в споре рождается истина. А на сегодняшний день реальность такова, что количество заказов растет, и изделия в стиле этно становятся все более популярными. Но массовое производство не входило в планы Алины. В первую очередь это противоречит нашей политике, потому что мы не тиражируем одну модель. У нас каждая модель идет в одном размере, в одной цветовой гамме. И мы не тиражируем ростовку по 20 штук каждой модели. И это наш конек, и это гарантия того, что девушка неповторима в своем наряде будет. Объемы растут, конечно. Мы чувствуем это по количеству заказов. Иногда мы берем на 10 дней. Сейчас у нас уже есть заказы до апреля расписаны, которые мы знаем свою скорость роста и не берем быстрее. Несмотря на ограничения производства, цены здесь практически не меняются. Назвать их низкими нельзя. Ручная работа, дорогая ткань, эксклюзивные модели. Стоимость вполне оправданная. Бюджет складывается от цены ткани, от обработки, от сложности вышивки, от модели, от расхода ткани на изделие. И после некоторых расчетов мы выходим на цену, которая, в принципе, не завышенная. И цена и качество у нас соответствуют. Блузка – это начиная от 950 лев и выше, а платье – это все зависит уже от модели. Не всегда дорого, это значит, вау. Можно выложиться в эконом-бюджет и войти в 3000, и это будет смотреться и стильно, и практично, и неодноразовый тип изделия. Стоит отметить, что изделия Алины хорошо продаются не только в Молдове, но и за ее пределами. Иностранцы у нас тоже очень дружим с коммунами, с людьми, кто живет, например, в Монреале даже или в Париже, и у которых есть молдавские коммуны, также они поддерживают традиции молдавский праздник. Сейчас вот будет Мартишор, и пару экспозиций едет наших вещей на выставки, продажи. Также эстрадные какие-то публичные люди, наши клиенты. Потому что большое значение имеет не повториться, не встретиться на одной сцене в одном костюме. И мы за индивидуальность всегда ручаемся, и то, что мы не повторяем, мы индивидуальны в каждом своем проекте. И женихи и невеста – это большая часть наших клиентов. Сейчас очень такой тренд сезона свадьбы в этно-стиле. Несмотря на специфику стиля одежды, здесь есть свои тренды. Их диктуют мировые бренды на этнопоказах. Каждый год очень много дизайнеров, которые постоянно прибегают к этно-стайлу. И это очень чувствуется, потому что за основой всегда лежит руманская блуза, так и называют их коллекции – La Blouse Romaine. И это чувствуется иногда в маленьких деталях, где-то там вышивка крестиком, или же это крупные детали, как акценты в коллекциях. Но в последние пару лет – это тренд. Это прямо тренд сезона у всех дизайнеров. Но каким бы ни был тренд, каким популярным бы ни был этот стиль, об огромной прибыли говорить пока не приходится, утверждает Алина. В погоне за новыми тенденциями и технологиями постоянно нужно вкладывать средства, а это значительно сокращает прибыль. Алина не жалуется. Для нее и ее супруга – главный результат их творчества – видеть довольные лица покупательниц. Найдите занятие по душе, и вам никогда не нужно будет работать. Эти слова принадлежат не Алине Браду, а известному Конфуцию. Но наша героиня повторила их, считая, что они полностью соответствуют действительности. Про нее это. Как и многие другие герои нашей программы, Алина утверждает, что работает не только за деньги, но и удовольствие. Приятно, когда в итоге ты имеешь и то, и другое. Воплощайте свои хобби и умения в бизнес. И убедитесь сами в правильности слов Конфуция. Это был телепроект «Хочу стать миллионером». Увидимся через неделю. Оставайтесь с MBC. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова